всем привет запустилась трансляция давненько не было стримов сегодня у нас стрим снова за дестра стрим будет из такой локации как и ант кейв думаю многие знают эту локацию качались когда-то вот почему сюда пришел наверное такой интересный вопрос и для меня самого вот некоторое время был назад но наверное по причине того что в катах часто занято вот я относительно долго так размышлял куда же пойти покачаться в какую локацию было два варианта на самом деле либо сюда и вы в то и вот кто следит за каналом наверное видели стримы с локации ранее вот но тестер тогда был очень маленький тестер был где-то там пятьдесят восьмого уровня и довольно таки сложно здесь было фармить плюс не было свс а сейчас свс появился свс 55 что не может не радовать да у него появился сонка на пдф вот ну и также подкачивая здесь хавка с момента прошлых стримов играл редко мало не было времени возможности вот сейчас без старт отжего уровня того же уровня 68 свс 51 по 55 качал также вкачал немножко хавка он 68 уже вот стрим будет отсюда с этой локации сегодня не знаю может под конец стрима попробую поискать пати хавка какой-нибудь лова получится не получится вот почему решил вообще на этот спот ну во первых здесь падают рецепты на бв шлем 60 процентов наверно одна из таких основных причин с вот этих вот монстров лес регион скаут шанс 1 231 довольно таки высокий шанс вот так же с баре хав падают рецепт на вы перчи 60 60 процентов кого-то здесь падает рецепт бв перчи по моему да вот на бв перчи для агулов вот тоже довольно таки ценный рецепт на рынке 1 306 шанс что 60 что 100 процентов вот ну и конечно же здесь фармится вторая часть квеста который берется 57 уровня до генки на night mark уже тела соответственно хэви лайт думать те кто никогда здесь не формил им будет интересно смотреть как же тут дестор себя чувствует вот на самом деле не так уж и комфортно формить я бы даже сказал что в катах формить проще вот этих товарищей солдеров очень сложно довольно цеплять их не сложно проблема в последствиях их зацепа потому что они могут застанет по ходу дела поэтому я юзаю для леон хард тут меня не застанели и варфрейнзе еще желательно юзать видите пробивают они под сонгом даже на pdf очень жестко приходится юзать battle roar при сборе парик но соответственно гадс предварительно battle roar на самом деле очень высок шанс ответить здесь я здесь очень много раз уже помирал но вроде приналов челси особенно конечно являет вот эти вот парики потому что как видели сейчас бил одного моба такой вариант не устраивает приходится скажем так двигаться чтобы пить всю пачку где-то там два с половиной процента дают за парик хавку его и качаю ничего в этом плане не изменилось это будет рейтинг это будет рейтинг и Так, наверное, надо убрать какие-то посторонние звуки. Так, ну, собственно говоря, ждем откатов. Недавно заходил какой-то твинг, палил РБ, вот тут РБ-шка стоит, и вот тут РБ-шка стоит. Ну вот, удивлялся, как я так фармлю без БД. Ну вот, БД это не основной саппорт при фарме париков, в курсе. Основной это СВС. Ну, кстати, часто вижу именно ребят, которые фармят в катах, и у них только БД заведен. Ну, выбор. Вот Лукарю качаться лучше, конечно, если выбирать типа БД или БСВС, и, конечно же, БД. Субтитры делал DimaTorzok Ну и что еще хотел сказать, что это не я придумал здесь фармить Дестра. Я, собственно говоря, сам видел, как этот парень так же водил. Вот. Почему и мне так же тут не пофармить? Тем более, что повторюсь, в катах... Ой, нет, 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 нет. В катах... Это что такое? Почему не бил? Тыкал в потолок два раза. Из-за этого, можно сказать, и помер. Ну и что, сейчас риснемся. Стоп, продолжим. Фарм. Чего страшного, он такой уже со мной тут бывал и не раз. Так, единственное, что мне нужно вызвать... Чего не качаться? Так, мало корма осталось. Ну, я думаю, что на стрим хватит. Продолжение следует... Что здесь выбил уже? Выбил два рецепта на БВ-шлем. Рецепт на дом-боты. И рецепт на БВ-перчи. Еще, по-моему, я здесь выбивал еще один рецепт на БВ-перчи. 60% и на 100% продал их. Надо эти тоже на рынок выставить. Все, никак руки не доходят. Это ж надо в город лететь. Рецепт на БВ-перчи. А где Грейтер Шилд? Что-то я не понял. Что-то ПП-шка схалявила, что ли, не до бафа. Другое дело. Рецепт на БВ-перчи. Рецепт на БВ-перчи. Рецепт на БВ-перчи. Рецепт на БВ-перчи. Продолжение следует... Ух ты, как пробили жёстко... Ухренеть... Да что ты вы... Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 там было два стана подряд и он длился более 6 секунд второй первый стан закончился за секунды удивительно до 2 длился почему-то более 6 секунд первый раз такое вижу вообще интересно так должно быть и и и и Продолжение следует... 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 поэтому пока да пока играю соло в одном перспективе может все измениться вот принципе периодически кооперируясь если на споте это требуется вот тут на споте как видишь никого нет удивительно да тут наверно вообще редко кто бывает когда я пытаюсь искать party допустим луком но найти луком party практически нереально бензин с с с с с с с с с тоже стартовать буду в ближайшее время посоветуй к свс второе окно второе окно к свс ну то есть ты прям хочешь качаться свс суши звучит жестко для x5 скажите сразу не знаю был ли у тебя такой опыт понимаешь ли ты насколько это жестко если ты хочешь вкачиваться ну понятно что и свс будет пати искать ты не будешь вечно соло качаться будь готов к тому что ты не всегда сможешь найти party вот принципе свой сможет и под годдортом качаться там на 70 65 плюс проблем знаю к свс второе окно сложный вопрос свой со второе окно давай подумаем это может быть звучит жестко не знаю но наверно по пешку или шилку но ты можешь качать шилку себе до 30 у тебя будет вампирик на первом уровне вот это на 30 говорю о 30 уровне у шилки появляется первый вампирик он пом 4 процента дает то есть ты можешь привести нас под шилку 30 уровня качаться и своя самая в окне пп где ты будешь вампириться как минимум это уже ты сможешь качаться без проблем вот или же качаться танк только где есть хербы потому что понятно регенится не сможешь ну и вообще лучше наверно эти кланы свои суммы чтобы качаться чтобы тебя брали в пати постоянно вот часто кричат про набор в клан и так далее вот я думаю там в клане свои требуется по-любому вообще последнее время редко вижу чтобы кричали что ищут свс а куда-то скорее свс ищет пойти тоже путь готов к тому что как бы в клане то понятно ты качнешься да тебя возьмут пати а если там никого онлайна нету да что-то будешь делать поэтому стоит задуматься над пашкой и над шилкой 30 уровня да я понимаю что своя партийная игра с 80 процентов да это жестко но почему ты решила свои здесь поиграть совершенно самое главное что ты сам понимаешь что это жестко это уже говорит о том что ты опытный игрок все же если бы я играл бы с весом если бы я не шел сюда конс пойти я бы не шел сюда играть и своя сам я вот скажу так на конс пойти времени нет поэтому я бы своя со не рассматривал на себя к старт но так удачного старта тебе в принципе ты хороший сервер выбрал сам здесь играю со старта вот у меня уже тут приличное количество персонажей в том числе и свс как видишь все это в клане все мои персонажи еще хавка здесь не хватает даже в аркуны есть 60 уровня только никак руки не дойдут его покачать парка 68 нужен него на 68 появляются все нужные бафы для пати на x5 и своя сам стартовать но это конечно жестко ты не я всегда рад я всегда поддерживаю таких ребят если если ты зайдешь в игру я буду онлайн я могу оффнуть там своего оконного и свс а мне даже так проще будет взять тебя да смотри я даже рад буду этому чтобы не релогаться но как бы 55 уровень нужен сам понимаешь без pdf и тут и санга на pdf тут ловить нечего приндача не так жестко пробивают чё за фигня приндача не так же coin макрос Продолжение следует... 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 Слушай, ну, кидать за академку, ну... Не знаю, такое бывает. Я такого не встречал. Скажу тебе так. Чтобы кинули за академку. Смотрел, как играли на китре. Ага. Урон, донатная помойка, насколько я знаю. Ну, да, вынужден с тобой согласиться. Вообще, в принципе, сервера, где, ну, как бы... Есть руны всякие. И при этом они сильно влияют. Ну, говорить, что это сервер не донатный, в принципе, бессмысленно. Это по определению уже донатный сервак. То есть, если ты приходишь на какой-то x3, или там еще меньше рейты, и там есть руны, ну, понятно, что это байт на донат. Так понятно. Вот. Ну, и, конечно, если приходят стримеры, куча стримеров на старт, понятно, что... Вечно они там играть не будут. Играют они за деньги, и все такое. Вот. Ну, чтобы дали один ккк, а не 300к. Нет, 300к это раньше просто столько готовы были платить за академку. То есть, не было такого, что, типа, ищем академиков за лям, типа, ты вступаешь в академку, сдаешь ее, и тебе, типа, 300к дают. Нет, я не об этом. Раньше просто искали, в принципе, за 300к. Ну, видимо, давали 300к тоже, не знаю. О, книжка выпала, офигеть. Че они так редко падают? 14 книг всего этот нафармал за все время. Фарма? Очень мало. Ну, больше книжек. Что такое 300к вообще? Это, ну, смех. Ляма, это хоть что-то. Ну, еще будешь стартовать здесь, учитывая, что цены на ресурсы очень низкие. Поэтому, мало ли, там, кто-то стартует через спойлеры, да? Чтобы поспойлить ресурсов, продать, одеть мейна, типа, вот так вот. Тут такая схема с трудом работает. Если только спойлить какие-нибудь там куски ценные, типа, там, на эмик, на топ-ц, короче, пухи. Потому что тут крафтит топ-ц. Я вот сам, все, что у меня есть на персонаже, все цепухи, все скрафчено своими руками. Скин на эмик я сам спойлил, у меня спойлер есть, 54-го. Неужели я доживу до конца бафа и не сдохну? Давайте это проверим. Первый баф на стриме, который... Должен привести к ребафу из-за того, что баф заканчивается, а не из-за того, что я сдох. Я тут начинал без СВС фармить, это было, конечно, очень жестко. Убирать такой круг без СВС, это вообще нереально. Понял я и решил докачать СВС до 55-го уровня. Эй, 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 эй. Ребята, вы че? Эй, че так мало мобов бьет? Блин, какого хрена? Опять. Ну вот не дожил. Цигрэйт крафтил, не проще за крик купить. Цигрэйт я крафтил сразу в фуллплейт сет. Я не покупал себе композит. Ну, поначалу, конечно, я купил себе... Че я себе купил-то? Пуху цешную, конечно же, в магазине. Плякс, пику. Первая моя пика. У меня стрим на канале был, где я фармил куски на боты. Боял боты. Вот, это как раз было, по-моему, с магазинной цепикой. А Берс потом скрафтил. А, сначала я по Моркиш Плякс скрафтил, потом только Берс. Ну и ФП сам куски наскупал на рынке и скрафтил. Сколько таргетов Дестер бьет? Слушай, он... Блин, хороший вопрос. Я не помню точно. Но у меня еще, видишь, СА в пике на... Что оно? Где пика? На Вайл Блоу. То есть еще таргеты добавляются. По-моему. Могу ошибаться? Знаю, что нужен этот СА. Да, но... Точно не помню, как он работает. Там есть Лонг Блоу. Лонг Блоу он дальше до мобов достает. А этот, по-моему, дает еще немножко таргетов. Нормально бьет, я не жалуюсь. Просто почему-то именно вот конкретный этот парик вот так вот вышел. Не знаю, то ли криво встал я, то ли еще что. Хз. Я пока сам не понял, почему так происходит. Уже не в первый раз. На стриме, в частности, второй раз. До этого такого не было, по-моему. Значит, криво встаю как-то, хз. Или мобы как-то издалека меня бьют. У них же тоже есть радиус атаки. Хотя они должны вплотную подходить. Да, пенальти я убрал. Эти пенальти заканчиваются. У нас что, по соскам? Сосок нормально. Ну, кстати, не исключено, что придется в город лететь из-за того, что пенальти кончится. Ха-ха. А лук какого эвэл? Лук 68 уровня. Ну, как дестер такого же. Лук с бопом у меня с ИСа. Там же лайт сети. О, бижа на нем одета. С луком там все в порядке. Просто, ну, никто не ищет пати. Самому собирать пати. Я как-то собирал здесь пати раньше. У меня там 60 уровень был. В Гиант Кейв сюда, вот здесь, ниже спуститься. Там такая комнатка небольшая есть. Там прикольно луку пачкой стоять, формить. Но мы... Я собрал почти фулл пак, но не добрал бишопа. Не смогли найти бишопа. Или хотя бы вторую ешку. Вообще голяк. И не смогли найти еще одного лучника. То есть... Просели по мане из-за этого. Сдохли от мобов. То есть, короче, баф мы отстояли. Ну, вид, сейчас нормально бьет таргет. То есть, знаю в чем проблема. Баф отстояли, сдохли. Решили пойти еще раз. Ну, в общем, пак распался. Ну, короче, роддомная солянка. Это такое у себя удовольствие. В итоге, как бы там, час потраченного времени. И... Никакого профита. Это же ТМХ-Тушка отображается, как куртка. Да, я не знаю, почему такое отображение. Это ТМХ-Тело. Оно, по-моему, отличается от интерлюдовского. Вот, визуально я так вспоминаю. По-моему, в интерлюде ТМХ-Тело по-другому отображается. Да, выглядит не так, как на интерлюде. Я в этой локации вообще не уверен, что был когда-то. Ну да, видишь, спот такой непопулярный. Я поэтому его и выбрал, чтобы тут качаться. Потому что то и пять туда бежать, ну, как бы время тоже надо. Не факт, что там свободно. Я поэтому из ката-то ушел, потому что заходишь, а покачаться ты не можешь. Потому что споты заняты. А выбить никого, ну, соло, навряд ли получится. Тут одно время... Был стример, не знаю, сейчас они играют, не играют. Ребята. То ли из Бразилии, то ли... Ну, короче, испаноязычные. Я к нему... Я захожу к нему на стрим. Спрашиваю, типа... А, они качаются в лоу, там, где манирум. Я спрашиваю, типа, что вы в лоу качаетесь, что не в катах? Он говорит... В катах все занято. Ну, одни русские фармеры. Они с повом, короче, от ппшки, с фулл бафом. То есть там код, бдс, ввс качаются, короче, в манирум. Все споты были заняты. Ну, видишь, это локация. Это локация, что она дает? Она дает, ну, рецепты на Талан Хэви тела, как раз. До того, как сюда бежать, с Сайлент Валей. Там по мостику пробегаешь, попадаешь в Кент Кейв. То есть чуть выше, как бы, вот там вот, за вот этой комнатой ближайшей, там фармится. Итемы на Талум Робу, Талум Низ, по-моему. Деколайт, ТК Хэви, Талум Хэви. Может, что упустил. Стимин рецепты фармятся. А вот эта вторая часть квеста здесь фармится уже на Найтмар и МЖ. Вот. Может быть, тебе просто не нужен был НЖ или Найтмар, поэтому ты сюда не приходил. Правило, Дестру Четалум Хэви Сет, и все, он в нем живет. Да, каты заняты. Каты заняты. В этом-то и проблема. То есть, я захожу вечером, там, на 2-3 часа покачаться. О, этот, палилка. Ага. Ну вот, я захожу туда, видишь, как бы покачаться на 2-3 часа. У меня, мне нужно ввести ПП, ШЕ, Дестра, как минимум, да, чтобы качаться. Ну и желательно Хавка, которая будет качаться, если не просто фармить старую Адену. Я захожу, занято. Все, что мне делать? Мне нужно ввести тех саппортов в какую-то другую локацию, которая неизвестна, там, свободно, не свободно. Как бы время, и я решил, что, блин, понятно, что в катах кач побыстрее, кстати, раза в полтора, чем здесь. Ну, тут, видишь, тоже иксованные мобы, почему нет? Просто что-то я дохну. Ребята, пощадите. Ну, зато интереснее фармить. В катах, честно говоря, мне уже надоело. А тут я никогда еще не фармил. Блин, давайте, сливайте. Хотел спокойно юзанцы. Почуть заросло. Ну ладно, живой. Эй, а, а, я релогнулся, все. Поэтому импо нет, прям позабыл. Думаю, что я качаюсь. Я на x5 играл в 2007, поэтому по серверу интерлюда шел на пвп, потому что сервер на хб перешел. Ну вот, вспомни, решил вспомнить старое, да? Покачаться на x5. Я вот, видишь, со старта сервера играю, но так нестабильно. Но я до сих пор, видишь, вот, мой мейн. У меня много чаров, понятно, да? Если бы я играл только там хавком, допустим, и ппшкой, понятно, что я бы там 75-м уровнем, потому что по-любому было, качался. Вот, просто я не хочу качаться хавком в соло. Нет такого желания. Может, слышал про сервер рейд. Слушай, знакомо, слышал, но не играл там. Я в этих годах играл, начинал играть я на... Абиси. X10, по-моему, там был. Сорг у меня был первый персонаж. Потом, что-то мы решили... Я тогда с братом играл, своим родным. Вот. Решили, что-то мы пойти на... Как же сервер назывался? La2 Crazy. Может быть, ты слышал такой сервер? Там были разные серверы x3, по-моему, x4. Что-то такое x7. Вот я на x7 играл. Tapas, там, Onyx был. Слышал про такие сервера. Сервера. Вот. Но сервак загнулся. И оттуда мы пошли играть на off. Открылся off. Сразу там была грация. В общем, тогда еще на басами были, играть особо не умели. Потом, соф, я пошел на мегу играть. В 2010 году. На мегу x10. Вот там научился как раз играть дестером. Там интерлюд хроники были. Мне просто хроники больше интерлюда не зашли. На грации поиграл немного. Что-то как-то. Дети-ка, мои ли, блин, даггерщики, которые телепортируются, блин, дают t-back. Там на 10 тысяч. Ну что это такое? Вообще законно. Дегмаили, которые станут там, блин, всех подряд. Ну что-то, ребята там. Ну тоже, как бы, про интерлюд можно сказать, что тут дестер имба. Ну да, имба, ну. Ну, надо просто научиться им играть. А против камеля что-то сделаешь. Против даггерщика. Тут хоть более-менее хроники сбалансированные. Потому что лучники убивают магов. Маги также могут убить лучников. Понятно, что тут мили-классы. При фулл заряде. Что делать особо не могут. Всякие там глады, да, даггерщики. Тоже, ну да, ну вот видишь. Не знаю, как люди играют на этих хрониках. Нравится им, пусть играют. Почему нет. Вот сколько таргетов он бьет. Ну, мне хватает, чтобы зарегениться. Я не жалуюсь. Удивительно, один моб решил обойти, остальные все стоят. Интересно, этот баг, в общем-то. Подходит и не пьют. Или это фича. Один отошел. Из какого города? Я из Москвы. Так, надо вызвать импа, а то я сейчас перекачаюсь. Конечно, не хватает, чтобы здесь можно было третье окно вызывать. Согружать. Так, что по этому? Полин, 15 итем, и все. Не знаю, почему так редко падают итемы. По первой части квеста итемы падают намного бодрее. Смотрю, Дима Шеф тут начал играть. На x1 же вроде играл. Смотрю, стример. Ладно, скоро буду из ВСТВ бегать, норм будет, но относительно скоро. Ну, давай, давай, жду тебя уже, где-то там. Врывайся. Соберем лук и пати, пойдем качаться в лоа. Все, давай, качайся скорее. Жду тебя, а не качая хавка. Давай, завтра, спасибо. Чтобы пока качаться в лоа. Соберем бодрее с Éрк. Буду качаться в лоу. Выпьися в лоу. Выпьём белый лук. Выпьём белый лук. На скеи технологи. Сколько живого онлайна на сервере? Ну, можно посмотреть, нажав точку меню, прописав точку меню, показывает 1297. Соответственно, скорее всего, можно этот онлайн делить на два, потому что я думаю, что многие играют в два окна. Живи. Спасибо. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... 55-й, да, на 55-м ПДФ появляется МДТ баф продается? Слушай, ну, вроде бы да Но... Раньше точно продавался активно Сейчас не знаю Хороший вопрос, надо слетать на МДТ Дайте-ка, прикол, чекну каты Посмотрим, что там Сейчас не делим ОМОНа, в принципе, в катами все равно сейчас не пройти В этой стороне Регнут Протыкал я Регу Так, ну вот тут я раньше фармил, сейчас посмотрим Ну вот конкретно сейчас свободно Да, сейчас все свободно Можно фармить каты Но с катами я пролетел на этой неделе Поэтому жду понедельника Но мне надо в каты уже Следующий уровень идти Мне тут нечего ловить Хотя, в принципе, если качаться вот на этих Они 66, 65, 64 На 70-й можно дестру взять Но самый вкусный спот, он не здесь Он дальше Туда надо пробегать И там может быть занято Но с этой локацией в любом случае Планирую скоро уходить ХП-шки, хп-шки, хп-шки Две минуты бафа просто Поэтому я решил сейчас побежать Интересно, он говорит Пришел сюда отдохнуть Поиграть Типа играть меньше Что значит отдохнуть Ты что-то нажал, весь чат теперь на экране Слушай, вроде бы ничего не нажимал Сейчас парик добью Ээээ, что за херня Баттл Роуэр Я заюзаю сегодня или что? Сейчас я парик добью Посмотрю, что с картинкой Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok С картинкой вроде бы все нормально Я посмотрел С паком поссорился Потом помирился Потом в итоге решил А, понятно Да, видишь, как x1 Это без пака Ты играть не можешь В принципе Кажется, это, ну Не знаю, как вот на x1 Я никогда не играл на x1 Без пати Сколько там Например, можно типа крикнуть Ищу пати на кач И типа ты такой пати нашел сразу К вам подписчику сделал Молодец Сейчас он как-то планирует помогать подписчикам А, он с нуля здесь Да, чем он поможет Да Но в любом случае Привлечение людей на сервер Это же хорошо Как раз сейчас онлайн Чутка подсдулся Но все равно Народ есть Да, я тоже не понимаю Как можно на x1 На c1 Вообще Что это? Прям Вот я ностальгирую, да Играя тут на c5 Если играть на x1 На c1 Это Что тогда? Я играл на x1 На арии Был такой сервер На линейчру В 2013 году Мы играли лука пачкой Там ешка играл Было прикольно Конечно очень долго качались Лука пак В принципе Они быстро качаются Еще прайм был Там часа 3 что ли Или 4 В общем долго все Пока мы выкачались Все вот эти топовые игроки Которые играют Там по 10 часов Сделали себе сабы Ноблисы Убили там Первых баймов Антарасов И Вышли с сервера А уже так Так сказать Во вторую волну Играли больше Че типа у меня Конкурент на споте Че он делает Смотри в мж Хэви А Че у него ХД Линфернал Не могу понять Да Почти сайта только сайта левой никакие не ставил не знаю работают не работают но на сундуки точно говорят то ли не работает то ли не ставится не знаю какая-то особенность есть чем сундуки тут все честы на в катах никого нет этот рассказываю что в катах куча народу чё цепануть этих ребят давайте попробуем лайн-харт только юзни да да но видимо этот просто такой момент с отображением именно в этих хрониках валина чё 376 он бьет нормально блин чё за фигня чё так часто дохну сегодня сейчас наверно моя ошибка как там оба эти страна не то стоят в куче не бьют то выходит из этой кучи и начинает бить как тут нет какой-то системности в их действиях видимо это знак что пора валить с этого спота я думал это мы будут нормально падать в принципе идея это была в том чтобы она фармить и томов на рецепты продавать их что-то что-то как-то печально все с дропом и томов еще печально спот фактически не оправдал себя за исключением конечно рецептов на бывший шлем три штуки выпало три штуки мало наверно бью последний парик и иду отдыхать что-то мало сегодня неудачно сегодня фарм какой-то видимо надо возвращаться в ката и 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 Пет бежит. Ребята, с которыми я когда-то в катах качался, уже 77-е. Вот мы с ними в ВИЧах качались. Некоторое время потом. Они пошли в кат и дальше. В САЙНТ они пошли. Там говорили, у них были ПВП. Ну вот, в катах дофига народу. Блин, у меня спот отжимает. Собрался фармить. А, он ниже побежал, да? Сабо что ли умер, поэтому он вернулся. Может, этот бегал. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 ЛФП, ну вот, видишь, 2 СВС ищет пати в чате. Так что шилочку готовь себе. ППшкой. Нишними не будут. ПП 52-го будет достаточно. Шилка 30-ая. Ты сейчас локу менять будешь или оффстрим, не понял. Не, я сейчас локу менять не буду, это довольно-таки долго. Да и время уже. Довольно-таки позднее. Я думаю, я баф тут докачаюсь и буду завершать стрим. Потому что менять локу, это надо ввести всех чара в другое место и так далее. Это не быстрый процесс. Особенность через мобов в тех же катах. Но в кат я не пойду, потому что они легнут. Я думал, то я попробую, то и 5, но не знаю. Есть ли смысл? Дойти. Ну вот, фармить там Дестром. Когда там Дестром не фармил. А. Я думаю, что я думаю, что это не очень. кстати вариант еще можно пойти здесь ген кейф ниже дома бы 60 5 66 по моему ой выжил сейчас было стрёмно увидели он пытался как-то обойти что или ничего я не знаю чат издалека бить но чё-то смог странное поведение мобов этих вообще непонятное вот три промаха так на давайте хотя бы рецептик на бывший м1 один рецепти хотя бы ребята я напомнил давай тогда пошел вспоминать квесты старты посмотрю насколько мне хоть давай удачи на эти могу вкратце рассказать там в принципе на ну да качаешься до 6 уровня потом делаешь квест на но играет соски легко гуглиться принципе стартовые деревни это просто открываешь карту world info west и трубишь по уровня ищешь 6 уровня и находишь нпс в каждом артовой локации где-то находится вот у св соответственно если ты за и свс решил то он тут стоит рядом с gross restore качаешь 8 уровень и делаешь квест на грибочки там же в gross restore берется квест за за квест что-то 1010 дают или что-то типа этого за 1 качаешься и делаешь квест вот потом там же в деревне светлых эльфов ну то есть качаешь например уровень там 12 хотя я качался 15 чтоб там хаст появился и все такое вампирик вам на пятнадцатом хаст появляется прочь до 15 сидишь на грибах как бы это странно не звучало вот потом берешь там два квеста один на одиннадцатом уровне другой на двенадцатом один по моему вот тут берется в нпс второй по моему вейпом армор шопе и все эти оба и оба и оба эти квесты выполняются в локации деревне светлых эльфов в эльвин фортерсе вот там докачиваешься ну до какого ну до уровня там 19 выйдешь проф делать вот мы еще какие-то квесты посмотреть что не все назвал ты где качаешься ты где качаешься не поверишь пыльш генки шоу шоу на смех с 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 1 по любому ручкам придется там она недолгая же не спойлер до сих пор в чате он периодически пишут что ищет мастера тому так что народ все качает и качает спойлеров ладно удача отпишусь потом что и как давай пиши если что заходи буду рад а и а и 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Спасибо всем, кто был на стриме... Особенно тем, кто что-то писал... Это уже приятно... Буду периодически подрубать стримы... Надеюсь, не буду выпадать долго... Посмотрим, как по работе будет... Вот так что...